В рамках рабочего визита в Нининский округ сенатор Валерий Рязанский встретился с вынужденными переселенцами из Украины и оценил ход строительства жилья в микрорайоне авиаторов. Кто может получить участок под индивидуальное строительство и промышленное использование, правила разъяснили в администрации Нининского округа на пресс-конференции представителей Управления по земельным отношениям округа, города и Заполярного района. С рабочим визитом Нининский округ посетил член Совета Федерации, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. В рамках поездки он встретился с вынужденными переселенцами из Украины и оценил ход строительства жилья в микрорайоне авиаторов. Валерий Рязанский посетил комплексный центр социального обслуживания, где сейчас проживают 13 вынужденных переселенцев из Украины и организован пункт приема гуманитарной помощи. По мнению сенатора, условия, предоставленные гражданам Украины, не хуже, чем в других регионах, а жители округа активно оказывают помощь беженцам. Приносят в пункт приема гуманитарной помощи одежду, бытовую технику, школьные принадлежности, посуду, в общем, все, что может пригодиться людям для обустройства жизни на новом месте. После Валерий Рязанский посетил строящийся жилой микрорайон на авиаторов. Строительство осуществляется в рамках региональной программы для переселения из ветхого аварийного жилья, а также для тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий. После осмотра квартала сенатор отметил, масштаб строительства впечатляет, власти региона прилагают максимум усилий для решения жилищного вопроса. О земле и земельных отношениях говорили в администрации Нинецкого округа. Там прошла пресс-конференция представителей управления по земельным отношениям округа города и Заполярного района. Значительная часть вопросов касалась участков под индивидуальное строительство и промышленное использование. О том, кто может рассчитывать на домик в деревне и как получить участок, если ты не многодетный, смотрите в нашем сюжете. Брифинг главы управления по земельным отношениям начали с разъяснения. Вся земля региона разделена на три группы, согласно собственникам – окружная, городская и Заполярного района. Под строительство частных домов больше востребованы городские и районные земли. Так, в прошлом году под ИЖД многодетным Нарьенмарцем выделен 101 участок, жителям Искателей и Тельвиски – более 40. Сейчас в основном мы делаем упор на многодетных. То есть, всё, что мы сейчас межуем в Искателях, мы всё предоставляем, первоочередное право мы всё предоставляем, то есть, отправляем в Искателей, чтобы они предлагали многодетным. Получить участок не многодетным тоже можно, или по заявкам, или по аукциону. Информацию о нём можно найти на сайте городской администрации в разделе «Муниципальные торги». Земля в таком случае предоставляется не в собственность, а на условиях арендной платы. В разных районах она тоже разнится. В городе за 10 соток нужно отдать 1800 рублей в год, в Искателях – 2300. В среднем по населённым пунктам – 1500. Если аукцион придётся по душе населению, этот способ выделения земли возьмут за основу. Желающих строить своё жильё достаточно много. Доходы граждан позволяют, но в любом случае это не квартиры. Но с учётом того, что мы были обязаны в первую очередь обеспечить многодетных, то немножко, скажем так, этот вопрос, он немножко забылся в этом плане. Городская администрация планирует развивать и приспосабливать под ИЖД новые районы. К ним относят лесозавод «Сахалин» и «Совхоз». Однако там требуется отсыпка больших площадей. Лаевожский проезд в этом плане привлекательный. Обширная сухая площадь может застраиваться хоть сегодня. По подсчётам экспертов, участки там могут получить более 250 семей. Но земли находятся в собственности Министерства обороны. Поэтому придётся искать другие территории. Так или иначе, снабдить землёй всех желающих стоит в планах города и округа. Валентина Чебичек, Сергей Качегов, Телеканал «Север». В посёлке Искатели построят новую школу на 800 мест. Располагаться она будет на месте снесённых домов по улице Нефтяников. План строительства уже утверждён. Об этом и не только поговорили работники по сжилком сервиса в рамках обсуждения концепции 2025. Школа вырастет рядом со спортивной площадкой, которая так полюбилась жителям посёлка. В связи с этим у сотрудников по сжилком сервиса возник вопрос. Не потеснит ли новое учебное здание игровое поле? Пострадает ли спортивная площадка, которая построена вблизи школы, детская площадка, которая является, наверное, украшением всего посёлка? Конечно, нет. Всё это рассчитано, всё это предусмотрено. Кстати, в кирпичное трёхэтажное здание школы переедет детская музыкальная школа. Деревянную постройку снесут и на её месте устроят зелёную зону. Смотрите далее в нашем выпуске. Мусор из контейнеров не вывозили, а теперь и вовсе убрали баки. Возмущённые жители Качгарта собрали подписи и обратились к представителю ассоциации юристов. Один из домов посёлка Искателей может рухнуть в любой момент. Коммунальные службы обязанности не исполняют, но плату за услуги получают. Чего ждать жителям злополучного дома? Морские перевозки из Архавельского на Ренмар по расписанию. Любые виды грузов. Упаковка, хранение и доставка от двери до двери. Предоставление контейнеров. Полар Транс. Мы рядом. Телефон 8 800 187 64. Сайт polartrans.ru 22-25 августа 2014 года приёмная комиссия Северного Арктического Федерального Университета имени Ломоносова ждёт всех, кто желает учиться по следующим направлениям. Менеджмент, экономика, государственное и муниципальное управление. Первое и второе высшая магистратура, дистанционное обучение доступны по всем направлениям. Специальные предложения для лиц, имеющих среднее профессиональное образование любых специальностей. Время работы комиссии с 10 до 18 часов. Адрес город Наринмар, улица Студенческая, дом 1, здание Ненецкого аграрно-экономического техникума. Ждём вас. Успешен тот, кто успевает. Мусорный коллапс в Качгарде так и не разрешился. Напомню, в предыдущих выпусках мы рассказывали о конфликте управляющих компаний и жителей этого микрорайона. Если раньше мусор из контейнеров попросту не вывозили, то теперь баки для бытовых отходов и вовсе отсутствуют. Теперь бытовые отходы жители Качгарда либо вывозят своими силами, либо не вывозят вообще. По всему микрорайону валяется мусор. Жители в недоумении. Управляющие компании бездействуют, а городские власти игнорируют просьбы жильцов, ограничиваясь объявлениями и отписками. Возмущённой этой ситуации люди собрали подписи и обратились к представителю Ассоциации юристов России Виктору Кметю. Он, в свою очередь, пообещал разобраться с проблемой. Ситуация, честно говоря, безобразная. Она вся решается полностью в пределах полномочий администрации города. И, к сожалению, я не знаю, почему городские управленцы до сих пор не приняли соответствующие решения. Надо собрать организации, которые указывают эту услугу, пригласить жителей, вывести минимальные тарифы, потому что все прекрасно понимают, что в первую очередь интерес должен быть городской администрации. Ведь гораздо проще не допустить замусоривания в этой территории, чем потом нанимать команды уборщиков, которые за большие деньги будут её убирать. Помогите жителям по минимуму, и вы уйдёте от больших затрат в будущем. С коммунальным беспределом столкнулись и жители одного из домов посёлка Искатели. По словам жильцов, управляющая компания оказывает услуги отвратительного качества или не оказывает их вовсе. Некоторые собственники вынуждены покупать квартиры, лишь бы не жить в аварийном строении, потому что, как говорят они сами, дом может рухнуть в любой момент. Олег Атанзейский разбирался в проблеме. Вздохнуть в полной груди у Галины Духовская может только сейчас, когда в её туалете коммунальщики наконец устранили протечку. Полтора месяца в квартире женщины плавали нечистоты. Ужасная вонь распространялась по всем комнатам. Проблема, как сказали коммунальщики, очевидна. Система канализации не работает. Все отходы уходят не в септи, как это должно быть, а под дом. Из-за этого очень быстро опрогнили стойки, которые уже еле-еле держат строение. Он быстренько выскочил из подвала, говорит, я не хочу там умирать, потому что стойки, говорит, не сегодня, а завтра провалятся, потому что там всё сгнивше. У нас постоянно воды было полдома там. На самом деле этому дому всего около 30 лет. Но при возведении он успел погореть. Впрочем, строители это не смутило. И чуть позже жилое строение было достроено. За его существование здесь ни разу не проводили капитального ремонта. Разве что обшили фасад, после чего в доме стало очень холодно. А ещё заменили систему отопления. Чего, как говорят жильцы дома, лучше бы не делали. Количество радиаторных секций коммунальщики сократили, а трубы установили самые дешёвые. Не сложно догадаться, чем думали коммунальщики, когда меняли в доме систему отопления. Старые трубы они заменили на те, что предназначены лишь для холодной воды. Хотя в доме только горячая. Вот последствия. Трубы не выдерживают высоких температур и сдуваются буквально на глазах. Вот ещё одна квартира. Возле туалета заметно проваливается пол. А если включить воду, то в помещении невозможно находиться. Из-под дома начинают подниматься неприятные запахи. В том году у нас канализация провалилась. Вот именно в нашем подъезде за три месяца у меня ребёнок болел семь раз. Я звонила в управляющую компанию, чтобы они проверили, что всё равно воняла канализация. У нас чисто бельё, всё воняло, ну, таким туалетом. Вот. Они не шли. Пока я не позвонила уже, ну, чтобы ругалась с ними, что я уже буду обращаться в СЭС. Впрочем, прийти управляющая компания всё же соизволила. Коммунальщики сказали лично, что из-под дома тогда достали пять мёртвых собак. Но и сейчас там продолжают жить и размножаться непрошенные гости. Ну, вот управляющие компании говорили, чтобы как-то закрыли, забаррикадировали? Говорили, да. Чтобы они закрыли, они, мне кажется, на это вообще не реагируют. Вообще не реагируют. Местные жители часами готовы рассказывать о том, как им приходится бороться со своей же управляющей компанией. Коммунальщики работают безответственно, но при этом деньги, причём немалые, с людей брать не забывают. Вот год тому назад я жаловала, чтобы мне трубы поменяли. Они поменяли только. Вот год прошёл, они сделали вот эта труба, то, что они вот срезали. У нас, видите, вся какая-нибудь. В шишках, да? Да. Потому что она предназначена для холодной воды. Она предназначена для холодной воды, да. Она у нас и потрескалась, вот, и только поменяли, потому что я уже ругалась, ходила. В квартире Людмилы Цой трубы заменили на новые только верхние. А вот стояки, сказали коммунальщики, нужно ставить за свой счёт. Мол, они не являются общедомовым имуществом. История с протёкшей крышей ещё больше приводит в ужас. Недавно, пока хозяйки не было дома, телевизор полностью залила дождевой водой. Я говорю, я так испугалась сильно, что у меня всё взорвётся. А если взорвалось бы, то пожар был бы. Вот, ну они сделали, ну посмотрим, как они сделали, не знаю. Ну, год прошёл, вот я каждый раз жаловалась, каждый раз меня заливала, каждый раз я звонила, каждый раз просила. И вот они только пришли. Вот год прошёл. Коммунальный беспредел в этом доме, уверяют жильцы, творится уже несколько лет. Бороться с управляющей компанией нет сил. Просьбы и мольбы они словно не замечают. Дозвониться в управляющую компанию нам не удалось. Телефон, который предоставлен в справочнике, вообще привёл нас в жилую квартиру. Поэтому мы решили просто взять и прийти лично к ним и задать несколько вопросов. На часах почти 10. Рабочий день в самом разгаре, но в кабинете ни единой души, за исключением секретаря. Мы дозвониться до вас никак не смогли, поэтому при этом и лично. Номер смогли? Девушка сказала, что почти все сотрудники сейчас в отпуске, но начальник работает. Вот только где он, даже одна затруднилась ответить. И когда он появится на рабочем месте, ей тоже неизвестно. Мы попросили мобильный телефон директора и сразу же ему позвонили. Молодой человек к разговору был явно не подготовлен. Он то и дело сначала говорил одно, затем забирал свои слова обратно и произносил другое. Например, на вопрос, почему жильцы должны менять трубы за свой счет, он ответил так. Трубы, которые обслуживают две или более квартир, то есть мы меняем, которые обслуживают только одну квартиру, это является имуществом, собственностью собственника. Тогда за что они платят немало денег? За управление, содержание, соответственно, общего имущества. Вот только о каком он говорит содержании, когда люди годами не могут дождаться срочных ремонтных работ. Стоит вспомнить один только этот случай. Год прошел. Я каждый раз жаловалась, каждый раз меня заливала, каждый раз я звонила, каждый раз просила. И вот они только пришли. Вот год прошел. Дело в том, что поступила заявка от жителя 29-й квартиры и ее сразу же устранили. То есть заявку я не видел. Честно говоря, когда поступила год. Эту заявку устранили немедленно. Все, чего нам удалось добиться, это получить внятный ответ на вопрос, когда в доме проведут капитальный ремонт хотя бы системы канализации. Исполняющий обязанности директора компании «Северный дом» сказал, что смета уже подана в администрацию поселка Искатели. Но когда в реальности начнутся работы, так и непонятно. Кстати, этот дом под документом не является аварийным, заявили коммунальщики. Его износ оставляет всего около 30%. Сейчас местные жильцы готовят коллективную заявку главе поселения, а также губернатору региона с просьбой, чтобы строение признали аварийным. Олег Танзийский, Александр Дуркин, Вадим Стасюк. Телеканал «Север». И вот, что вы увидите далее. Гендиректор Наринмарского авиаотряда Валерий Остапчук встретился с ветеранами авиаслужбы. События приурочили ко дню Воздушного флота России. Какие проблемы обсудили авиаторы? Вы просили, и мы продлили. Только до 24 августа в Техновидео на весь ассортимент скидка 50% и ни процента меньше. Плюс подарки на 15% от стоимости покупки. Праздник продолжается! Гендиректор Наринмарского авиаотряда Валерий Остапчук встретился с ветеранами авиаслужбы. События приурочили ко дню Воздушного флота России. Руководитель предприятия рассказал о дне сегодняшнем, о перспективах и выслушал советы бывалых авиаторов. Начал Валерий Остапчук с рассказа о выходе предприятия из ситуации 2008-2009 года, когда Наринмарский авиаотряд едва не стал банкротом. В последующие годы трудовому коллективу пришлось сражаться с попыткой поглощения со стороны крупного игрока российского авиационного рынка. Авиаотряд выдержал все эти испытания и сейчас стремительно развивается. В ближайшее время будет построено здание международного сектора, таможенно по граничным переходам. Это задача федерального масштаба. Разработка нефти уходит на шельф, а для полетов нейтральные воды нужно проходить таможню. Также вскоре авиаотряд планирует закупить новый вертолет Еврокоптер 350. Пока один, но обновление авиапарка – насущная необходимость. И в ближайшие 3-4 года предстоит приобрести несколько восьмерок разных модификаций. Сложнее проблема с самолетами. Самолета Ан-2, к сожалению, на сегодня замены нет. Состояние наших площадок таково, что альтернативы пока нет. Хотя президент поставил задачу о том, чтобы наше конструкторское бюро сделали в конце концов какой-то самолет на замену. Ветераны предприятия, в свою очередь, уверенно заявили за авиации и будущее, особенно в Ненинском округе, с его огромными расстояниями. А значит, следует делать авиаперевозки удобными и недорогими. В заключении встречи Валерий Остапчук поздравил бывших работников авиаотряда с наступившим праздником и заверил, что Наринмарский авиаотряд уверенно смотрит в завтрашний день. К другим темам. 85-летие Ненинского округа отметят с масштабом. Сентябрь для жителей региона будет насыщенным культурными событиями. Организаторы обещают, интересно будет всем. Мероприятия постарались подобрать для аудитории разных возрастов и интересов. Культурный марафон в честь юбилея округа начнут 2 сентября с открытия первого арктического фестиваля классической музыки. За три дня жители региона смогут познакомиться с творчеством сразу нескольких исполнителей современности. Дмитрия Когана, Максима Пастора и Ларисы Юдиной. На следующий день после завершения фестиваля в округ приедут представители другого искусства. Наш регион включен в программу «Большие гастроли. Театральное лето России-2014». Нинский округ у нас, правда, небольшой, но тоже участвуем. К нам приедут представители Государственного центрального театрального музея имени Баховшина из Москвы, которые будут проводить здесь образовательные лекции, беседы о театральном искусстве. Первая лекция пройдёт 6 сентября. На ней актёры расскажут о своей профессии и приоткроют тайны мира за кулисье. Юбилей региона совпадает ещё с одной значимой датой для Нинского округа – 515-летием первого города Заполярье. С 18 по 20 сентября в Нарьинмаре проведут научно-практическую конференцию «Пустозерск и русская Арктика. История, культура и современность». Прослушав курс лекций от исследователей Севера из Петербурга, Москвы, Перми и Сыктывкара, жители округа смогут в прямом смысле коснуться истории. Археологический практикум проведёт известный археолог, который сегодня работает в городище. «Будет возможность у каждого желающего познакомиться, узнать о том, что такое археологические работы, как они проводятся, и, может быть, даже поучаствовать, помочь либо в засыпке раскопа, либо будут показывать, как зачищать стенки». Также в Пустозерске торжественно откроют обелиск, ушедшим на фронт. Как сообщают в Управлении культуры города, облик Нарьинмара тоже ждут перемены. «Приближается дата 70-летия Победы на следующий год. И вот в рамках подготовки и к юбилею округа, к юбилею Победы, были запланированы, сейчас начинаются работы по ремонту памятников, посвящённых теме Великой Отечественной войны. Это и обелиск Победы, это и памятник буксированному теплоходу «Комсомолец», и благоустройство территорий возле Олена транспортных батальонов памятника и портвейкам Нарьинмара». Пик празднования придётся на 21 сентября. Вместо традиционного дня города на площади пройдут народные гуляния, посвящённые 85-летию Ниньинского округа. Праздничная программа рассчитана на весь день. Для жителей округа проведут концерт, организуют детские конкурсы и выездную торговлю. Завершится праздник салютом. Екатерина Гончарова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север.